Привет зритель! Это будет ролик про мой парфюм в ноября и я решила, что цвет ноября будет фиолетовым. Там фоном видно всякие флакончики из предыдущего ролика по уходу на ноябрь. У меня тут куча пробников скопилось, а я что-то их даже не открывала. Какие-то я знаю, как пахнут, руки не дошли попробовать. Я так вчера полку расгребла с парфюмами и поняла, что надо бы эти пробники когда-нибудь уделать, даже если они не по теме. Но в пустых баночках они будут. Я сейчас просто их покажу. У меня тут когда-то за заказ Вэйвен присылали пробники. То, что у них переиздание или новинки, я не знаю, их так и не нюхала, я не представляю, что это это. «Белое утро». Вот и парфюм. Что-то там солнечное или какое-то солнце. Я не особо сейчас французский-то помню. Удивительно, что еще даже соображаю, как это читается мысленно. «Сой эликсир пырпуль». Он мне не очень нравится, но он сейчас, в принципе, на осень самая, кто бы пошел. Мне больше нравится «Сой эликсир в Уассенсуэль». Он у меня есть. Я его когда-то там купила. По-моему, в Ифрашевском магазине в Ярике он все еще у меня есть. Так. «Да, Амур». «Да, любовь точнее». «Ой, Альвамур». «Оде парфюм». Вот у меня есть «Ода любви», точнее «Несколько нот любви», пардон. А это как вариация, почему-то русскими представлялась, как парфюмерная вода и вариация «Несколько нот любви». Но это совершенно другой аромат, и название у него тоже другое. Это «Да, любовь». И, по-моему, по аромату он мне не нравился. Возможно, ну вот как бы версия, наверное, да, именно он мне не нравился. Короче, это версия нескольких нот любви. У меня какие-то странные ощущения вызывало. Но я надеюсь, что в этот раз он как-то иначе на меня подействует. По крайней мере, в ноябре вроде должно быть все такое хорошее. Должно быть хорошо, и мне тоже хорошо. В общем, он будет потом в пустых баночках. И вот тоже еще новинка «Сэлдазур». Какая-то тут пустыня нарисована. Тип того вот тоже как бы. Оно уже, может, и не новинка, но я до сих пор его еще не открыла. В общем, это у меня будут пробники на ноябрь. Вы не думаете, что у меня тут только такие фрешевские пробники. У меня будут еще пробники от «Эйвен» тут какие-то. Мне как-то подруга, когда она пыталась быть представителем, выдала. Это «Саммер Вайт». У меня есть полноценный «Саммер Вайт». Внезапно я не знала, что это «Саммер Вайт». Точнее, как бы я вообще забыла, что это. Возможно, «Саммер Вайт» как бы не идет, который оригинал без всяких вот этих других названий продолговатых. Ну, других вообще названий. Там «Саммер Вайт Брайт» и все прочее есть. Не очень идет, потому что он как бы более свежий на тепло, на лето на какое-нибудь там. Ну, мне он и в сентябре-то пользовался, в октябре. То, что обычно людям летом пользуют. Тут «Персив, Дью». У меня когда-то был полноценный флакон, но у меня кто-то его решил себе подарить. Ну, знаете, так, приходили люди к вам и «О, мне нравятся эти духи!» И уходили с ними. Ну, да, у меня раньше были такие как бы «Хозя». Я думаю, такие друзья, если не у каждого человека, то много кого встречались. Так, а тут чего вообще? Где-нибудь название? Наверное, надо это вскрыть. Оно даже по цвету другое. Штуковина-то че? Че это? А, «Премьер-люкс». И вот «Премьер-люкс» у меня тоже перейдёт. От неё даже уже пахнет чем-то таким. И, кстати, слушайте, вот оно прямо на ноябрь самое то просится. Ну, это, конечно, не совсем фиолетовый цвет. И вообще у меня фиолетового цвета духов практически не осталось. Самые фиолетовые духи были. Это «Риснуар», «Тыфраши», которые сняты, си которых у меня уже давно нет. Это «Сырень». Она с октября переходит на ноябрь. У неё такой моноароматик. Он такой, как бы, насыщенный, стойкий, тёпленький. Я не знаю, что оно, конечно, универсальное. Но вот сейчас, когда стало в октябре холодно, оно как-то пошло. Вообще, у меня практически весь октябрь я использовала «Утро в саду» серия такая была, «Фраши». Цветок вишни. Так, и тут сейчас два Эйвана пойдут подарки от подписчицы Лёлечки. Это «Фаравей Рэбл Эйван». Ну, он такой турмалиновый флакончик по цвету. У меня, кстати, есть турмалинчик. И он, в принципе, можно сказать, что он фиолетовый. Он такой тёплый. Слушайте, вот у него, по-моему, одного пшика хватит, чтобы полностью пахнуть со всех сторон, благоухать. Ну, немножко у меня так совсем запользованный. Потому что он очень насыщенный, концентрированный в такой аромат. Хотелось сказать вкус. Я думаю, кто пользуется Эйвана или вообще пробовал, ну, как бы в курсе, что это. Я не знаю, как сейчас передать аромат. Может, и мне в комменты накидать, чем он пахнет по каталогу. Но словесно в каталоге. Ну, вот на холодное время года, я так думаю, что он самое то. Ну, и ещё подарок от Лёлечки. У меня похожий был тоже от Лёлечки и тоже от Эйвана. Это у нас аттракцион. Вот у меня был просто аттракцион. Мне Лёлечка подарила тогда года два, что ли, назад на день рождения. А это у нас аттракцион «Сенсацион». В общем, сенсация, аттракцион. Я вчера, когда доставала его, на себя прыснула. И вот один пшик чисто вот сюда на запястье. И тоже ощущаешь его полностью везде. И даже местами кажется, будто его много. Хотелось бы чуть-чуть поменьше отпшикивать. Но вот так получилось. А что? Меньше никак. А сейчас он мне даже вот по-другому немножко открывается. Мне кажется, они немножко близки с «Рэбл» чем-то. Не только вот общей тёплой ноткой, красненькой такой, но она как бы тут расплывается. Это более красный. Напоминает какое-нибудь хорошее, слегка разбодяженное красное вино. Это такой турмалинчик. У Натальи Эрера был, по-моему, альбом. Назывался «Турмалин». У меня «Турмалина» или как-то так. У меня даже она на кассете была такая с крылышками. Ну, и кассеты-то сто лет кому-то там подарила. Я даже уже не помню, что там за песни были. Но мне кажется, они нравились мне. В общем, вот тут флакончик у меня ассоциируется с «Рэрой». А здесь есть какие-то нотки даже унисекса, какие-то вот такие. Ну, мужчине бы они тоже подошли, эти нотки. Интересный флакон. Я помню первый раз, когда я его в руках держала. Нет, это предыдущий. Я долго соображала, как вообще его открыть. Что с ним делать? Думала, что вот эта штучка, можно её как-то наклонить. Её надо только снимать. В общем, вот такие у меня как бы три полноценных флакончика. В разной степени заюзанности. И ещё несколько пробников у меня на ноябрь. И ещё раз напомню, цвет ноября будет фиолетовый. Всем спасибо за просмотр. Ну и жду ваших комментариев, лайков, дизлайков и прочей какой-то активности на канале и под этим роликом. Всем пока!